Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру в F1 2016 и сегодня нам предстоит стартовать в новом Гран-при. И это конечно же Гран-при Монако, самая хардкорная трасса лично для меня. Будем терпеть, будем бомбиться скорее всего, но будем стараться показать результат. Ну что ж, давайте начинать первые свободные заезды уже. Ну и у нас новое исследовательское событие. У нас новое улучшение болида, поэтому думаю, что сейчас будет комфортнее держать болид на трассе. Вот да, мощность двигателя, новое улучшение, тормозная мощность в лошадиных силах плюс 8. Улучшение системы зажигания позволяет более эффективно настроить свечи и повысить вырабатываемую мощность. Посмотрим, сколько у нас сейчас ресурсов. Может быть хватит на второе улучшение? 443. Нет, не хватает. Нам хватает только на лобовое сопротивление, но я это качать не буду. Скорее нужно прижимную силу. То есть чуть-чуть буквально осталось 32 ресурса взять. То есть это можно сделать за следующую как раз практику в Монако. И прокачать прижимную силу. Думаю, так мы с вами и поступим. Ну а пока свободный заезд 1. Монако, друзья, Монако. Ох, сколько передних антикрыльев здесь будет поломано, я чувствую. Да, да, да. Добро пожаловать в Монако. Я помню тут очень серьезную аварию. Вот именно на этом повороте. Вообще трасса, если подумать, не такая уж сложная, но просто узкая и очень опасная для повреждения болида именно. Вот в чем сложность здесь, самое главное. Поэтому надо быть крайне аккуратным. Фернандо Алонсо дает интервью. Тот самый Алонсо, с которым мы боролись. Ну что ж, конфигурация. Давай. Я все никак не привыкну, что он теперь справа. Ну, первый пилот, потому что я в Реном... Так, ультрамягкий есть комплект, кстати говоря. Так, хорошо. Хорошо. Так, конфигурацию какую поставить, я даже не знаю. Наверное, пока поставлю по умолчанию. Да, так и стоит. Потом будем менять, если что, тестировать. Итак, освоение трассы. У нас как раз софт, поэтому давай. Выезжаем. Спитлейна, как всегда, первый раз. И изучаем. Питлейн тут вроде бы тоже с особенностями, насколько я помню. Ну, ладно. Не так. Никого вроде бы нету. Да, видите, мы здесь налево выезжаем. Обычно направо вроде как всегда на питлейне едешь. А тут налево. Окей. Возможно, я, кстати, ошибаюсь. Но есть такое ощущение у меня. Окей. Помню, что вот на этом первом повороте я чаще всего отыгрывал у всех. В старых формулах. Посмотрим, как будет в этой. Вот, 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 вот. Начинается уже. Уже начинается боязнь этих бортиков слева и справа, реально. Ох, ребята. Это будет сложно. Я уже чувствую, это будет сложно. Но это возможно, в принципе. Причем повороты-то не такие опасные, как вот сами прямые вот эти вот. Потому что тут на скорости влетишь. В эти стеночки и все. Вот сейчас мог влететь, кстати, тоже. После выхода из поворота. Такое тоже может быть. Аккуратненько. Ну, вот, как-то так. Я даже не знаю. Это у нас еще не освоение трассы. Это просто первый круг после... После питлейна. Ну, и видели сейчас, да? Что я мог влететь опять в стену. Это какой-то кошмар, честно говоря. Я чувствую, что я не доеду. Опять не финиширую в этой гонке, как и на прошлом Гран-при. Там была фатальная ошибка. Здесь тоже могут быть фатальные ошибки. Главное, спидстопами не накосятить. Кстати, я погоду забыл посмотреть. Вот еще что интересно. Обязательно нужно посмотреть погоду. Так, сейчас будет ДРС. Очень медленно, кстати, я захожу в повороты. Очень медленно. Буду много проигрывать здесь. Вот ДРС включаем. ДРС-тест выполнен. Выполнена задача команды. Итак, поехали. Раз. Два. Зеленый уровень. Ничего страшного. Потому что не на полном ходу заезжаем. Как бы и ладно. Отпускаю газ здесь. А, черт. Ухожу немножечко в сторону. Но лучше не рисковать. Зато здесь очень трудно делать обгоны. То есть, если выйдешь как бы вперед, то попробуй тебя потом пройди. То есть, со старта, если удастся... Ах, пропустил. Отвоевать несколько позиций будет легче сохранить, чем на других трассах. Разумеется. Ну, я чувствую, что я медленно прохожу повороты. И вообще, как бы, темп у меня будет низкий по сравнению с конкурентами. Очень опасный тоннель. Очень опасный. Я просто... Дух захватывает, когда я его прохожу у меня. Так, здесь хорошо. Максимальная скорость, кстати, цели выполнены. Там еще мини-задачки. Эти мини-квесты тоже выполняем. Постепенно. Так, здесь можно побыстрее выходить. Опасный поворот. Нормально. Вот. А третий сектор, кстати говоря, мне нравится. На этой трассе. Ай-яй-яй, не засчитала мне. Я не знаю, там я на очки даже не смотрел полностью. Концентрация была именно на трассе. Но вроде бы... Вроде бы выполнил. Нет, не выполнил. Или выполнил. Да, на пять очков выполнил. Цель достигнута. Ну и отлично. Ну и замечательно. Теперь контроль резины. Сразу же к нему приступаем. Так, ну мне также интересна, конечно же, погода. Солнечно, солнечно, солнечно. Солнечно, солнечно. Гонка. Эта квалификация солнечная. Гонка солнечная. Ура, ребят! Мне наконец-то не будет дождя. А то мне что-то в дождь уже гоняться подзаколебалось. Честно вам скажу. Поднадоело. Сложновато для меня пока. Дождевая погода. Итак, выбираем тренировочную программу контроль резины. Нужен суперсофт, правда, для этого. Поэтому мы сейчас его и поставим. Давай по-быстрому. Вот он, суперсофт. Есть контакт. Ну и погнали. И нужно будет обязательно заехать потом самому в боксы. О чем я сейчас забыл. Итак, ребят, я уже в третий раз начинаю эту тренировочную программу. Господи. Я что, сразу что ли? Еще раз начнем. Начать сессию заново. Ну, сделаем тут флэшбэк, потому что я там сразу колесо повредил вроде бы. Вот отсюда. Могу я сделать флэшбэк? Или не могу? Видите, тут колесом задел. Вот отсюда могу. Вот так вот. Все, отлично. Я уже два раза пробовал пройти эту тренировочную программу. И дело даже не в том, что я там не справлялся. Я справлялся, в принципе, по очкам. Но на... Постоянно на одном из кругов я ломал болид. Все просто. Ломал болид, реально. Здесь очень легко его сломать, как я и говорил. В Монако. Очень легко, поэтому... Ну, продолжаем. Я, наверное, еще раз попробую, потом уже... Хотя, черт, какой... Какая разница? Все равно буду ломать болид. Не важно, это будет в ходе тренировочной программы, или я просто буду показывать быстрые круги. Но пока нужно мне привыкать к этой трассе. Ох, надо привыкать. Так, ну что, я уже 20 минут занимаюсь одними и тем же. И мне это уже начинает надоедать, ребят. Я не знаю, как я поеду гонку. Ладно, квалификацию. Я там еще смогу как-нибудь один круг показать более-менее достойный. Но здесь это какая-то жесть. То есть, ну, тут на протяжении же 6 кругов нужно... Показывать хорошее время и при этом сохранять резину. Сохранять резину у меня получается, не проблема. Показывать время, в принципе, тоже, но... На одном из кругов я вечно вылетаю. Влетаю в стену. Причем тут буквально чуть-чуть ее заденешь и все, до свидания. Это так раздражает, честно говоря. Ну ладно. Попробую при вас. Может быть, при вас я смогу, при этом разговаривая еще. Повороты уже более-менее научился тоже проходить. Достаточно быстро. Хотя время у меня все равно самое худшее из всех, кто был на трассе, как я вижу. Судя по... Вон слева по статистике, да? По времени. Вот здесь я, конечно, затормозил. И вот видите, опять... Даже несмотря на то, что я полностью остановился, я завернуть в этот поворот не смог. И опять разбил переднее антикрыло чуть-чуть. Побредил. Да, оранжевый. Жесть. Вот, блин, ну я хотя бы не разбил... А, не, вот все, разбил болид, короче. И снова повторяю. Ладно, все, теперь точно последний раз. И займемся уже просто, наверное, быстрым кругом. Или даже не знаю чем. Перейдем в следующую практику. Чтобы я тут финишировал, это должно произойти что-то непонятное. Реально, пока очень мало шансов на то, что я гонку тут проеду без вот таких ошибок. Даже с двумя флешбеками. Ну что я могу сказать, ребята? Так я и не справился с этой задачей. Потратил еще 20 минут на это. Вообще хотел... Сейчас появилась такая идея, чтобы сделать нарезку вам аварий моих. Но думаю, что не буду этого делать, потому что их было слишком много. И они были буквально на... Опять влезаюсь. Да что такое? На разных участках трассы были они. То там, то здесь, то сям. Короче, я не знаю. Еще и вот в 16-е управление, как я уже говорил, немножечко изменилось. И чувствуется болид совсем иначе. Если в старых формулах болид как-то лучше чувствовался, то здесь тяжелее он. И из-за этого у меня вообще не получается, реально. То есть... Максимум два круга я проходил подряд без аварий. Без... Как бы... Того, чтобы я разбивал переднее антикрыло. Либо вообще уничтожал болид свой. Поэтому даже не знаю, что тут сделаешь. Быстрый круг. Ну и при этом я время показываю самое медленное из всех. Так что вообще, какие у нас тут шансы, не представляю. Вот именно за эти круги, которые я, собственно, все-таки проезжал. Ну и тут уже я не контролирую резину. Она вон износится у меня. Вот видите, вот куда у меня уходит болид вообще влево. Я чуть-чуть стик отклоняю, он уже все, улетает. Из-за этого приходится в более медленном темпе проходить эти все дела. И, собственно, время теряю на этом. Короче, ужас. Ужас, а не трасса. Ненавижу. Китай и Монако. Ненавижу. Ну, Китай ладно еще. Но Монако это просто дичь. Просто дичь, ребят. Для меня очень сложно. Возможно, на руле было бы намного легче. Но руля у меня нет. И покупать я его не собираюсь. Потому что в гонке я очень редко играю. Всякие симуляторы и так далее. Вот только в Формула-1. И поэтому, когда закончится прохождение, ну зачем он мне нужен будет. Так что, такие вот дела. Просто это я отвечаю тем, кто там пишет постоянно в комментариях о том, что на руле было бы круто. Бла-бла-бла. Могу посоветовать, какой купить. Не надо, ребят. Мне это не надо. Этот туннель тоже вот чуть-чуть не доповернешь, либо переповернешь. Как это еще назвать, не знаю. И все. И до свидания. Разбился окончательно. Два флэшбэка у меня всего лишь. Два флэшбэка на гонку. Я даже не знаю. Может квалификацию вообще даже не пробовать проходить круги. Потому что я уверен, что я либо займу последнее место, либо тупо не покажу ни одного времени. Потому что буду все время сходить, разбивать болид и так далее. Зачем добавлять сложности нашей команде? Ну, кстати, сейчас я круг прошел. Нормально, более-менее. Хотя тоже видели же, да, что были ошибки. Но с износом справился и с временем тоже справился на 0,6. Лучше, чем нужно было. Такие вот дела. Сейчас я еще попробую вот эту вот тренировочную сессию завершить тогда. И после этого уже, наверное, перейдем во вторую сессию. Так, ну все-таки я не последний. Кстати, Магнусена я опередил. Все же. Видать, были очень хорошие болиды на трассе, сильные команды. А я-то уж думал. Ну что, минута 19,1 у Феттеля. У меня минута 21,3. 2,2. Достаточно много. В первом секторе сколько мы проиграли? Ему, ну, 6,10. Сразу же в первом секторе, да? Во втором 38,6 у него 37,2 секунды и 4 десятых. Тут вообще много. И третий у него 29, а у меня 21,1. Ну, третий сектор у меня лучше всего. Именно третий сектор. Но! Я знаете, что подумал? Давайте попробуем изменить конфигурацию. И попробовать на максимально прижимной силе. Здесь вот, в Монако, покататься. Так. Могу ли я попробовать еще контроль резиды пройти? 23 минуты у нас еще. В принципе, могу, но почему-то, почему-то мне не дают. Так, быстрый сектор 1, настройки болида. Ну, вот, две настройки болида мы сейчас выполним. А вот быстрый сектор 1, там просто очень опасный этот сектор. И из-за этого я никак не могу его пройти быстро. Ну, обычно я просто заканчиваю там сразу же круг. В плане того, что разбиваю болид. Вот. Ну. Не знаю. Контроль резиден. Я могу еще раз попробовать? Ну, вообще, да, могу. Вообще, могу, но. Но. Мне нужны другие шины, потому что эти уже изношены. Наверное. Хотя, давайте попробуем на них. Ну, что ж, ребят, да. Я это сделал. Я все-таки уперся и час потратил на эту тренировочную сессию. Но это все мне окупится, я думаю, потом в квалификации и в гонке, потому что я хорошо натренировался. Ну, как хорошо? Более или менее. В общем, ребят, да. Я набрал 60 очков. Сейчас главное финишировать спокойненько. Седьмой круг проехать раньше времени. И потом в боксы. Как раз-таки в боксы я еще ни разу здесь не заезжал сходу. Вот. И после этого уже отправимся все-таки во вторую тренировку уже. Первую я считаю, что провел успешно. И именно настройки на повороты, именно они здесь рулят, короче говоря. С ними намного легче. Сохранять болезнь в целости и сохранности. Что я и сделал, в принципе. Сейчас я очень медленно передвигаюсь по трассе. Там сзади меня кто-то прессингует. Его надо бы, наверное, пропустить как-нибудь. Да, это Ферстаппен. У него 12-е время всего лишь. Что-то как-то слабенько. Для Рэдбула там. Ну да ладно. Совсем медленно передвигаемся. Ну и нам очки не нужны сейчас. Мы уже их набрали. За первые 6 кругов. По-моему, один я использовал флэшбэк в этой сессии. Но один это не 20, как я использовал до этого. Тем не менее, ресурсы мы получим, ребят. Да. Ресурсы мы получим. Хоть я и на 8 секунд медленнее, чем нужно сейчас. Проехал, но это не важно. Восемнадцатое время у нас. Восемнадцатое время. Для Рено нормально, но хотелось бы лучшего, конечно. И без экономии резины тут можно, конечно, где прибавить. Я вижу уже эти моменты. И вот во втором... Во второй практике мы как раз-таки на быстрый круг и отправимся. Рад я, что мы первые две миссии выполнили спокойно. Ну, как, первую спокойно, а вторую пришлось помучиться, но выполнил таким. Мог вообще не выполнить. Я, если честно, даже бы и не стал пробовать во второй и третьей практике вот эту вот тренировочную сессию с экономией резины, потому что я уже бы плюнул. Вот здесь вот очень медленно мы сейчас. Когда медленный темп, низкий темп, да, то спокойно. Болит разбить сложно. Но когда ты именно на скорости, то есть когда ты хочешь показать какое-то хорошее время, то здесь очень много мест, где можно влететь в стену и до свидания, болит. До свидания, гонка. Такие вот дела. Ну, я думаю, вы это знаете, господи, Монако. Это же одна из самых знаменитых трасс Формулы-1. Так, нам сюда. Нам направо. Да, как-то так. Как-то так. Ну да, обычно же боксы справа всегда, а тут слева, когда едешь. Так что да, это немножечко непривычно. Немножечко непривычно. Ну да ладно. Еще нужно тактику подумать над тактикой в гонке. Обязательно. Просто обязательно. Итак, смотрим, какое место у нас. И все-таки Магнус, смотри, опередил. 21-ое у нас место, предпоследнее. А, на 4. Ну, всего лишь на 0,04. Ну, не страшно. Ну, хотя, блин, второй пилот опередил первого. Это не очень хорошо. Ладно, сейчас мы поедем в квалификационном темпе и уже покажем другие секунды, как мне кажется. Итак, ресурсы, ну, нам хватит на новое улучшение. И это отлично. 560 ресурсов. Сразу же перехожу в менюшку исследования и исследуем прижимную силу. Доработанные поворотные дефлекторы переднего антикрыла позволяют более эффективно направлять воздушные потоки на другие аэродинамические элементы шасси, улучшая прижимную силу. Да, вот это я возьму, пожалуй. Разработать улучшение. Следующий опять, наверное, движок. Усиленный коленвал, коленвал. Вот это я очень... Слово для меня незнакомое. Способен выдерживать большие нагрузки, что позволяет увеличить мощность двигателя без дополнительного износа конструкции. Большие нагрузки. Ну, отлично. А тут... Улучшение небольшого антикрыла над выхлопной трубой, известного как мартышкин стул, позволяет эффективнее использовать выхлоп для создания дополнительной прижимной силы. Вот так вот. Это следующие наши улучшения. Вы не поверите, друзья. Я не знаю, сейчас так же получится, или это был единичный случай, и глюк такой в игре. Но смотрите, значит, квалификационный темп, да? Значит, конфигурация, да? Ставим ультрасофт, который нам рекомендует. Сейчас объясню, в чем проблема у меня случилась сейчас. Что произошло вообще? Вот. Все, короче говоря, выезжаем, да? Круг схода. Все, поехали. Я не управляю болидом, ребят, вот когда пока не погаснут огни вот эти вот. Итак, смотрим. Я не знаю, повторится это или нет, или это был опять-таки единичный случай, но это было очень забавно. Смотрите. Значит, 4, 3, 2, 1. И, да, это был единичный случай, но все равно, все равно колесом как бы задевается бортик. И из-за этого первый раз колесо, ну, просто вынесло, и, собственно, болид был разбит. Вот такие дела. То есть, когда я даже не управлял болидом. И так, попробую сейчас показать хорошие секунды. Так я это сделал, друзья. Может быть, еще улучшим время, не знаю. Но на ультрасофте прям вообще кайф. Болид очень управляемый становится. Это мне нравится. Быстрый сектор 1 я даже выполнил, ребятки, задачу команды. Что мне, конечно же, нравится. Вот здесь я перетормозил. Ну, иначе бы врезался в стену. Другого выхода нет. И все. Время это потерял, которое наработал на первом секторе. Ну, ничего страшного. Ну, что ж, закончилась тренировочная программа. Улучшить у меня время не получилось. Притинговал я здесь Саенса. Пробовал его обогнать. Тоже в тренировочной манере, скажем так. Для будущих сражений уже в гонке. Ну, а сейчас нас попросили уйти в боксы. Не знаю, буду ли я еще пробовать показать быстрый круг. В принципе, меня этот круг устроил. Но посмотрим, на какое место у нас определит в этой тренировочной сессии. Ну, считаю, что низко все равно буду. Несмотря даже на то, что я на ультрасофте, а все остальные на суперсофте или просто на софте. И я не уверен, что буду использовать именно ультрасофт в квалификации, либо в гонке. Ведь, как известно, вроде бы, да, ты не можешь менять тип резины, если ты там в третий сегмент вышел. Ну, я не выйду в третий сегмент, понятное дело. Но, как бы, не хотел бы я стартовать на ультрасофте в любом случае. Вот эти правила я немножко не помню с резиной. Вообще, ее можно менять перед стартом? Ну, понятное дело, когда дождь, все меняют. Там обязательно, на дождевую или на промежуточную. А вот когда нет дождя, как бы... Так, тихо. Не пропустить здесь поворот. Когда нет дождя, я не помню. По-моему, только те, кто в третий сегмент выходит, не имеют права поменять резину. Или я ошибаюсь. Что-то такое помню. Смутно очень. Причем, ребята, я даже на фиолетовый уровень выполнил. То есть, превысил цель. Превысил темп, который планировался в команде. Не, ну, да, кстати, минута 19,5. Это всего лишь на 5 десятых медленнее Хэмильтона. И третий сектор вообще лучше среди всех. Вот это круг я выдал, конечно. Сам от себя не ожидал такого. Вот это да. Интересненько. Интересненько. Ну, я уже понял, на каких настройках я буду. И, собственно, примерно понял, как буду идти по гонке. Потому что тут лучше не рисковать. Я попытаюсь, по крайней мере, финишировать. Уж плевать на место, потому что это Монако. Для меня будет достижением, если я сохраню болид. Даже с двумя флешбеками путь, но хотя бы с двумя. Сохраню болид в целости и сохранности. Ну, или хотя бы одна будет, или две там несущественные поломки, которые будут исправлены на пидстопах. Вот моя цель на гонку в Монако. Ну, и если уж... Вообще, тут много может быть сходов. Так что, кто его знает? Кто его знает? Ну, по крайней мере, с погодой все тут будет окей. Вообще, можно спокойно так завершать сессию. И смотреть, на каком мы месте в итоге будем. Вот это интересно, реально. На седьмом. На седьмом месте. И смотри, Хэмилтон тоже надевал ультра-софт, как и Ферстаппен. Ну, и в итоге Хэмилтон лучшее время показал. Я на секунду и две десятых от него отстал. Очень хороший показатель. Очень хороший. А Магнусен наш где? А он девятый, слушайте. А он девятый, на суперсофте. Вот так вот Рено. Вот так вот Рено показывает на этой практике себя. Но мне кажется, все остальные там тестировали что-то. И несерьезно относились именно к тому, чтобы показать лучшее время. На сей раз я показал результат минуты 19,9. И это похуже, чем в прошлый раз минуты 19,5. При этом, при всем, в принципе, в среднем для себя, на среднем для себя уровне прошел все три сектора. Там были некоторые помарки. В общем, так, в среднем. Я могу лучше. Где-то на секунду я еще могу улучшить. Но это идеальный будет круг. Вот минуты 18,9. Это будет идеальный просто круг. Я думаю, пора переходить к квалификации. Ох уж, я наездился уже на этой трассе. Уже полтора часа, ребят. Записываю. Ну, то есть, играю. И да. Но серия будет коротенькая, я думаю. Потому что, ну, много тут вырезать. Очень много. Так что, ну, давайте перейдем уже к квалификации. Реально, самое интересное в этой серии, это же, конечно же, квалификации. Ну, сначала завершаем сессию. И десятое место, кстати. Вот, то есть, по сути, по сути, ребят. У нас задача на квалификацию выйти из времени минуты 20. Тогда будет вообще супер. У Магнуса на минуты 26. Но он был на суперсофте, а я на ультрасофте. В этом, конечно, есть разница. Это большая разница. Я почувствовал это на себе. Ну, что ж. Сейчас узнаем задачу на квалификацию сначала. Потом уже поймем, сможем ли ее выполнить. На самом деле, задачи будут опять-таки, там, не знаю, 15-е, 14-е места. С такими задачами я готов справляться. Итак, агент, голосовая почта, слушаем. Одна и та же фраза все время. Семнадцатое место, выше, чем Ботос, выше, чем Магнус. Ну, как 17-е место занятий и выше быть Ботоса, я не знаю. С Ботосом будут проблемы опять, но посмотрим. Может быть, он выиграет соперничество у меня, и что тогда будет, тоже не знаю. Итак. У нас 196 ресурсов, нужно 625, поэтому тут еще долго копить. Ну, поехали. Квалификация 1, друзья. И, естественно, вам круг быстрый я покажу. Буду его, наверное, опять молча проходить. Не, ну, красивое, конечно, место, но, естественно. Тут где-то неподалеку Кокорин с Мамаевым отдыхали. Ну, и вообще, Феттеля показывают. Один из фаворитов, как обычно. Итак, друзья мои. Что у нас там с резиной? Какая стоит? Стоит ультрасофт. Это на квалификацию 1, на квалификацию 2, на квалификацию 3. Это уже для гонки. И все, ультрасофт. Ну, значит, мы будем использовать ультрасофт, ребят, сразу же. И нужно сразу же показывать хорошее время. И я надеюсь, что никто нам не помешает. Закрытый парк. Все, настройки уже не меняем. Но они для этой трассы подходят как нельзя лучше. Кстати, когда быстрый круг показываешь, чуть раньше тебя кидают, я смотрю. Именно на трассу. Хотя нет. Это не я управляю, если что. Это пока еще компьютер управляет моим болидом. Вот сейчас скоро уже управление перейдет ко мне. Здесь нужно сразу же затормозить, чтобы не влететь в стену. Именно так компьютер тебя кидает всегда в стену. Что у тебя колесо отваливается. Твоего болида. Такие вот дела. Также тут очень опасный выезд спидлейна. Вот прям. Иногда вот здесь кто-нибудь выезжает. И можешь в него втюхаться сразу же. Плохо прошел первый поворот. Ладно, все, я молчу. Не, ребят, этот круг нужно вычеркивать. Короче, еще будет одна попытка, я думаю. Сейчас посмотрим хотя бы время, какое покажем. Но я уже тут очень серьезно ошибся. Вы сами все видели. Поэтому этот круг можно спокойно доехать уже. Но там нифига времена уже у Росберга. Минута 18 там с чем-то. До такого мне не дотянуться. Как бы я ни старался. Да, первый сектор мною был провален сейчас. На этом быстром круге. О, начинается. Но сейчас я могу использовать сколько угодно много флешбеков. Но, ну, это просто... Знаете, почему я могу использовать? Потому что этот круг не считается у нас быстрым. То есть там время все равно будет плохое. И вот если на быстром круге, я уже, то есть не могу использовать. Иначе это читерство. Так что вот. И поэтому я тут подрасслабился маленько. Да что ж такое. Короче, все. Я начал волноваться в квалификации. И начались ошибки опять. Вот эти вот. Когда я начинаю разбивать болид налево-направо. Но это Монако. Я говорил об этом, что здесь... Если бы я сделал вам нарезку аварий моих, Вы бы долго ее смотрели. Сейчас главное хорошо выйти на следующий круг. Чтобы в хорошем темпе его начать. И уже сосредоточенно пройти. Вот, неплохо. Все, ребят. Я полностью сосредоточен на трассе. Ну, кто там передо мной? Ну, е-мое. Как не вовремя. Верляй, ну ты молодец. Просто замечательно ты появился здесь. Как вовремя, а? Еще пытался меня пропустить, что ли. Там видели? Ну, это все. Это, короче, опять ничего мы не покажем. Ай, жесть. Ну что ж, друзья. Я специально оттормозился тут. И всех пропустил вперед, чтобы никто мне не мешал. Ну, кто-то из боксов сейчас вот выезжает. Я успел раньше него. Ладно, все нормально. Все, быстрый круг, ребят. Я молчу. Вам показываю опять этот быстрый круг. Надеюсь, что сейчас у нас что-нибудь получится. Получилось, блин, сломать переднее антикрыло. Да, да, знаю, что сломал. Нужно уже со сломанным сейчас доехать. Хоть какое-то время показать. Сейчас идеально зашли. Да е-мое! Да, я знаю, сейчас должен как бы закончить квалификацию. и все. Как бы отправляться с последнего места. Но я не могу так. Мне это бесит. Да, послабление себе сделал. Да е-мое! Нет, этот круг мы должны закончить. По-любому. Ох, как она раздражает меня этот раз, а! Везде. Вот на любом повороте ты можешь влепениться и все. До свидания. Этим она и бесит. Я, конечно же, улучшил свое время. Но это недостаточно все равно. Минута 22. С этим временем вряд ли мы пройдем во второй даже сегмент. Черт, а! Да, еще и тут мне ремонтировать будут переднее антикрыло. И это с двумя флэшбэками. Ну, круг хреновый получился. Чего уж тут говорить. Так, отремонтировали мне. Ну и чего я там? 15-й пока. Магнусен. Всего лишь одну десятку мне проигрывает пока. Но еще есть время у него. Ну что, перематываем. Так, я уже 19-й. Я же говорил, я не пройду никуда. Магнусен 17-й. Е-мое. 21-й. Я просто уже, ну как бы, не имею права выезжать и улучшать свое время. Потому что я воспользовался двумя флэшбэками. А он показал, Магнусен, минута 19,6. Он так никогда не ездил на тренировках. А лучшее время вообще минута 17,9. Ротсберг. Ну, это космос для меня. В Монако. Это реально, это космос. Но будем последними стартовать. Но ничего страшного. Будем прорываться, ребят, в гонке. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Увидимся уже в гонке в Монако. Возможно, серия будет 5 минут. Потому что я там дважды разобьюсь. Использую флэшбэки. И потом третий раз разобьюсь. Тут же, видели, на одном круге я дважды разбился. Если не трижды. Так что тут в Монако всякое может быть. Но я попытаюсь аккуратно вести болид. И хотя тут пытайся, не пытайся. Скорее бы Монако закончился уже. Да, самый сложный этап. Ну, ладно. В любом случае, спасибо вам за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. Всем все-таки пока. Субтитры сделал DimaTorzok